Всем привет! Ну что, продолжаем мы готовить в мультикухне Redmond. Я уже там жарила картошку, сварила суп солянку. Теперь я хочу сделать йогурт и кекс. Хочу попробовать вообще в принципе все возможные там программы. Если кто еще не знает, мультикухня Redmond умеет жарить, варить, готовить на пару, готовить фри, выпекать. И в общем-то в принципе все умеет делать, все что может делать любая кухня. То есть в одном приборе заключены разные программы и этот прибор заменяет полностью все наши приборы кухни, которых мы готовим. Также здесь есть радио, можно включить радио и послушать, пока мы готовим что-то, можно послушать музыку. Ну и также удобно его взять на дачу куда-нибудь, он переносной и очень удобно, если вот куда-то нужно переместить и где-то готовить. Или вы снимаете квартиру или еще что-то. Хочу сказать, что мне очень понравилось здесь готовить. Также в мультикухне Redmond очень много автоматических программ. Там есть и не автоматические. Вы можете выбирать на любую программу, даже можете изменить температуру, можно изменить время. В мультиповар диапазон от 35 до 180 градусов. Для жарки, например, 180 градусов это очень хорошая температура. Я уже жарила картошку и картошка пожарилась очень быстро. И также низкие температуры позволяют готовить йогурт, кефир, сметану, творог. То есть это готовится долго на низких температурах. Ну вот сейчас я хочу приготовить йогурт. Йогурт готовится в течение 12 часов при температуре 40 градусов. А вообще я хочу вам сказать, что вот есть здесь книжечка кулинарная. 200 рецептов в этой книжке есть. Разные-разные рецепты. Там и десерты, и выпечка, и первые, и вторые, и горячие. В общем, всякое разное. Даже не буду перечислять. Есть блюдо. Также можно скачать приложение на телефон и можно готовить с приложения. И также можно выбрать программу и запустить с телефона уже даже на дистанции, на некоторое, можно запустить уже мультикухню. Ну, я привыкла все ощущать руками, кнопочки нажимать. Поэтому я не с приложения, я показываю, как включается эта программа здесь, вручную. Ну, вернемся к йогурту. Йогурт готовится 12 часов, поэтому я его поставлю на ночь. И утром он у меня будет уже готов. Потом я его просто перелью и буду готовить кекс. Для йогурта нам понадобится литр молока, молоко 3,2%. Я выбрала красная цена, здесь 970 мл. А вообще вот во всех бутылках там 930 мл. Ну, как бы вот не до литр чуть-чуть. Ну, поэтому я взяла вот здесь 970 мл. Это уже почти литр. Будем считать, что это литр. 3,2%. Нам понадобятся сливки 10% 300 мл. Но здесь больше мы отольем, сколько нужно. И простокваша нам нужна будет 2,5%. 350 мл. Но простокваша у нас в магазине только такая, вот термостатная. Я надеюсь, она подойдет, но мы об этом уже узнаем утром. Приготовим. Я думаю, что должна подойти. Я выложила все эти продукты, вот эти три ингредиента. Достала я их из холодильника и оставила на столе. Они должны быть комнатной температуры, даже чуть-чуть теплее, вот как температура тела, прежде чем их начинать готовить. Во всяком случае, они должны быть не холодными, просто хотя бы комнатной температуры. Поэтому они мне сейчас немного постоят. А потом уже я их отмерю, волью в мультикухню и включу режим. Вернусь чуть-чуть попозже. Ну что, мои хорошие, я выдержала молочные продукты в комнатной температуре. Они у меня постояли около трех часов. Теперь они уже все в комнатной температуре. Теперь мы возьмем большую емкость, чтобы все это там смешать. Я отмерила 300 миллилитров сливок. Выливаю туда. 350 миллилитров нам нужно простокваши. Простоквашу я разболтала предварительно. Выливаем. И литр молока туда выливаем. Простоквашу. Теперь мы все это хорошо перемешиваем. Самое главное, что все эти молочные продукты, они должны быть не холоднее комнатной температуры и не теплее 42 градусов. Иначе у нас йогурт не получится. Теперь мы все это переливаем в чашу. Закрываем крышку и включаем режим йогурт на 12 часов. Вот как раз это на ночь я включу и уже утром будет все это готово. Крышку открывать в процессе нельзя. До полного приготовления. Всем доброе утро! Вот сейчас как раз пропикала мультикухня и выключился режим йогурт. Мне уже не терпится заглянуть и посмотреть. Так, сейчас я возьму ложечку. Сейчас это выглядит так. О! Смотрите, она густая. Ой, какая она пелесть. Видите, да? Йогурт загустел. В общем, сейчас мне нужно будет переложить этот йогурт в другую емкость, в кастрюльку и поставить на 3 часа в холодильник. Ломается. Прекрасно! Все получилось. Девочки, вот такой кекс я хочу приготовить сейчас, пока наш йогурт охлаждается в холодильнике. Кекс бананово-ореховый. Это также он взят из этой же книжки, 200 рецептов. Вот вы видите ингредиенты, какие туда идут. И полностью порядок приготовления. И вот так вот он будет уже выйдет в конце. Ну, я уже приготовила продукты. В общем, нам понадобится мука просеянная, 500 грамм. Пшеничная. Бананов 380 грамм. Бананы я еще не отмеряла. Их нужно будет почистить и потом уже взвесить. Но они будут чернеть, поэтому я их уже в самом конце взвешу. Грецкие орехи 200 грамм. Вот в каждой пачке по 100 грамм. Сахар 190 грамм я уже отмерила. Масло сливочное 160 грамм. Ну, 150 грамм идет нам на кекс. А еще 10 грамм нужно будет для смазки чаши. 150 грамм у меня на тарелке. Нужно будет 3 яйца и разрыхлителя 5 грамм. В общем, все, что нужно, у меня уже здесь на столе лежит. Сначала я хочу грецкие орехи раскрыть упаковку и посмотреть, нет ли там шкорок. Потому что бывает, они попадаются. Это все-таки уже в упаковке продавалось. И чтобы там не попало потом на зубы. Ну что, начнем потихоньку собирать наш кекс. Для начала сливочное масло нужно растопить. Я его растоплю на низких мощностях именно в СВЧ, в микроволновке. Дальше берем разрыхлитель. Здесь у меня в пачке 10 грамм. Поэтому я возьму сейчас чайную ложку. Это 5 грамм будет. И добавлю муку. И сразу это все перемешаю. Дальше я взяла удобную для меня посуду, мисочку. Вбила туда 3 яйца. Теперь нам нужно туда вмешать сахар и взбить до стойкой пены. Для этого я возьму блендер. Высыпем сахар полностью и начнем взбивать. Ну вот, достаточно хорошо все взбилось. Я думаю, достаточно. Сахар, по крайней мере, уже растворился. Сливочное масло тоже уже растопилось в микроволновке. На самый минимальный режим я поставила. Масло немножко теплое. Я подожду, пока оно остынет. Я перевела нашу пену в большую емкость. Вот в миске мне будет удобнее готовить. И теперь, помешивая, добавим потихонечку туда это растопленное масло. Перемешали. Теперь будем потихонечку добавлять туда муку с разрыхлителем. Я уже вмешала разрыхлитель в муку. Все, вмешали сюда муку. Теперь я дам этому тесту немного постоять и займусь орехами с бананами. Ну а теперь нам нужно приготовить бананово-ореховую смесь. Бананы, кстати, я взвесила. 380 грамм. Это выглядит вот так. Это, в общем, 3, почти 3 банана. Орешки я пересмотрела. Никаких там нету шкорок, ничего. Орешки целенькие, хорошенькие. Все прекрасно. Так, теперь я взяла мясорубку. Нам нужно на мясорубке все это перекрутить. Бананы вместе с орехами. В общем, прекрасно все перекрутилось. Вот такая смесь получилась. Сейчас перемешаю. Вот такая вот орехово-банановая смесь прекрасная. Теперь нам нужно ее туда вмешать в наше тесто. Итак, мы подошли уже к самому завершению сбора именно кекса. В общем, тесто у нас готово. И орехово-банановая смесь готова. Ее нужно аккуратненько вместить в это тесто. Но тесто у нас так, как густое, я вмешивать буду, наверное, все-таки рукой, а не ложкой. Сейчас попробуем. Я это все выкладываю. Ну, ложкой неудобно, конечно, потому что густое тесто. В общем, чистыми руками мы вмешиваем вот это тесто сюда. Вот так вот перемешаем хорошо. Как нам подготовить мультикухню? Ну, во-первых, чашу эту я уже вымыла, она сухая, все прекрасно. Для того, чтобы делать выпечку, здесь нужно снять паровой клапан. Вот снимается вот эта крышка, и вот этот паровой клапан, он вынимается. Если там есть какая-то влага, ее можно просто тряпочкой собрать. Крышку эту тоже протерли. Все, теперь у нас здесь подготовлена мультикухня. Крышку мы ставим на место. Паровой клапан мы достали. Все готово. Теперь нам нужно чашу мультиварки смазать сливочным маслом. Я просто беру рукой вот так и сливочным маслом обмазываю. Но не все, где-то до середины чаш, я думаю, предостаточно кекс. Он же не всю чашу будет занимать, правильно? Ну, вот таким вот образом чашу я смазала маслом. Мажу я рукой, все, потому что мне это удобнее делать, при том, что кексы готовы для себя. Примерно 10 грамм масла сюда и ушло. Теперь нужно сюда выложить кекс. Кекс выложили. Теперь нужно его просто разровнять поверхность. Ну, вот таким вот образом у нас кекс лежит теперь в чаше. Ну, и теперь мы поставим чашу мультикухню. И ставим режим выпечка на 1 час 20 минут. Выпечка. Время час мы одобряем. А минуты мы добавляем 1 час 20. Все, у нас режим выпечка, 1 час 20 и выбираем старт. Время пошло. Через час нам нужно будет кекс этот перевернуть и дать ему доготовиться потом до конца. А когда время выйдет полностью, потом еще кекс нужно будет оставить в мультикухне на 15 минут, не вынимая пока его. Ну, я уже вернусь тогда к вам. Ну, вот прошел час и осталось 21 минута. Через час, за 20 минут до конца выпечки нам нужно перевернуть этот кекс. Сейчас я хочу его открыть и посмотреть. Так, как же его перевернуть, вопрос. Хорошо, что здесь есть ручки. Сейчас я хочу достать вот эту чашу. Ну, теперь я вот так вот попробовала такое приспособление, не знаю. Сейчас это горячее. Хорошо, что ручки все-таки есть. Раз. Вот, подрумянился. И теперь обратно его нужно туда отправить. Раз. Ну вот, получилось гораздо быстрее, чем я думала. И обратно мы вставим чашу и накрываем крышку. Ждем до конца, ждем до конца времени. Ну вот, программа закончилась. И теперь нам нужно оставить еще на 15 минут кекс в мультикухне. Ну вот, прошло 15 минут. Открываем крышку. Теперь я переложу это в тарелочку. И дам кексу остыть, и потом только буду его пробовать. Вот такой кекс получился. Пусть постоит и остывает. Итак, наши два блюда готовы. Вот такой получился кекс. Я немножечко его присыпала сахарной пудрой, чтобы он очень аппетитно выглядел. И йогурт наш постоял в холодильнике 3 часа. И вот он загустел, уже остыл. И сейчас я буду это все пробовать. Мне не терпится разрезать наш кекс и посмотреть, как он получился внутри. Вот так вот он выглядит. Ну что, мои хорошие, наконец-то кекс остыл. Я долго ждала, пока он остынет, чтобы уже наконец-то его попробовать. И йогурт тоже простоял уже в холодильнике больше 3 часов и тоже остыл. Ну что, давайте попробуем сначала кекс. Кекс приготовился полностью. И запьем его йогуртом. Кекс с йогуртом. Это отличный завтрак. У меня, правда, сейчас уже не завтрак. Уже обед. Ну, хочу вам сказать, йогурт можно кушать на завтрак. Можно его кушать вместе, например, с вареньем. Если ничего сладкого другого нет. Если вы на диете, можно без варенья. Он не кислый, он нормальный. Прям такой, какой йогурт должен быть. Натуральный такой, классический. Без всяких добавок. Ну, а кекс можно есть также с йогуртом или с чаем. В кексе очень много орехов. Он очень полезный. И, в общем, там, в принципе, все полезно. Прям так орехи чувствуются. Ну, да, действительно, их там много. И чувствуются и нотки банана. То есть, вот это сочетание бананы и орехи. Такое вот хорошее сочетание. Ну, по крайней мере, я попробовала теперь, как работает выпечка в мультикухне. Выпечка замечательно работает. Там можно также выпекать хлеб. Я думаю, что это будет что-то похожее на то, как мы сейчас делали кекс. Режим йогурт тоже хорошо работает. Прекрасно справился со своей задачей. Вот теперь мы уже разные режимы попробовали на этой мультикухне. В общем, мультикухней я довольна. Она меня не разочаровала. Я буду дальше продолжать готовить какие-то новые рецепты. Очень много рецептов в рецептурной книжечке Redmond. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Ссылочку на мультикухню Redmond я оставлю внизу. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok